Всем здравствуйте! Сегодня будем делать привилку привой абрикоса на сливу. На слив выбираем веточку диаметра подходящая привой абрикоса, делаем секатором срез. Теперь можно и примерить, но я ориентировочно так прикину и делаю, соответственно, косой срез, потому что я здесь буду показывать улучшенную окулировку. Врачеб, соответственно, проще делать, сразу говорю, но приживаемость меньше, чем улучшенную окулировку. Улучшенная окулировка сложнее делается и без навыка очень тяжело. Соответственно, сейчас мы делаем так же самое, размер 2-3 почечки я оставляю на привойе, делаю срез секатором и буду также делать косой срез и на привойе. Берем привой и делаем косой срез. Сразу, если не получится, ничего страшного, сильно расстраиваться тут не надо. Лучше осторожно обращаться с ножом, потому что нож острый. Если с первого раза не получается, примеряем еще и делаем подгонку 2 или 3, сколько там получится, но лучше по аккуратности. Вот, примеряем. Вроде бы все подошло. Вот, подошло. Делаем язычок теперь на сливе подгонку. И потом будем, соответственно, делать язычок на привойе. Аккуратно здесь зарезаем осторожненько. Я делаю язычок ниже сердцевины. Это в среднем 2-3 от диаметра привоя и подвоя, соответственно. И делаю такой аккуратненький расщеп. Называется мой язычок. Вот сейчас я его отгибаю, показываю его, как он зарезанный, какой он имеет форму. Обязательно делать косинку, чтобы она выходила именно на камби. Вот здесь камби, видите, зеленый, а не кора. То есть, а не древесина. Если древесина приживания будет плохая, может и не прижиться. Поэтому камби должен соответствовать с камбием. Вот что мы видим. Результат, когда мы уже вставили, язычок захвата получился. Вот так он выглядит у нас. Вот она форма. Ствол ровненький получается, подбор хороший. И поэтому лучная окулировка, она не делает таких узлов, как расщеп. После расщепа получается узелок. И этот узелок может потом и загнить. И мне это не нравится, потому что качество может и неплохое, но дальнейший способ не так будет. Вот обматываем ниточку. Нитку я взял хэбэшную, прочную. Хэбэшную нитку я не снимаю. Она от погодных условий потом сама разлагается. Ее хорошо прижимаем, стричь пленкой мы только обматываем. Чуть-чуть натягиваем, но сильно не прижимаем, потому что она может порваться. Номер стричи, номер 17, по-моему. Ширину я нарезал такими колесиками на 2 см, 20 мм. Обматываем ее только от тех условий, от бактериальных, чтобы она туда не попала и не пошли никакие грибковые заболевания. Завязываем на узелок конце. И вот что мы видим. И все готовенько. Теперь можно подрезать лишнюю почку, которую мы оставляли 3,3. Я почки стараюсь не оставлять. 2 достаточно почки. Делаем наискос от почки, чтобы первая капля слеза не падала на почку. Вот так у нас получается. Всем желаю успеха. Спасибо всем за внимание. До свидания. Продолжение следует...